Peugeot наладит сборку фургонов-партнер на своем российском заводе под Калугой. Правда, у нас будут выпускать не новое поколение французских каблучков, а предыдущее. Пока известно лишь немного. К местной сборке сейчас готовят только грузовую модификацию, но в двух версиях – короткой и длинной. Также объявлено, что машина будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Это будут агрегаты объемом 1,6 литра, с которыми состыкована механическая коробка передач. В продаже партнеры российской сборки должны появиться до конца этого года. О запуске пассажирских версий Peugeot пока ничего не сообщает. Напомним, что под Калугой выпускают и более крупные французские фургоны – Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. А их пассажирские версии Peugeot Traveler и Citroёn Space Tourer только что расширили гамму за счет новой комбинации двухлитрового дизеля и шестиступенчатой механической коробки. До сих пор переднеприводным микроавтобусом с этим мотором полагался исключительно автомат, а ручной коробкой оснащались только полноприводные версии. Короткобазную версию бусов российские дилеры уже продают, а длиннобазная ожидается в декабре, но уже доступна к заказу. Еще одна новость об отечественном автопроме пришла из Ульяновска. УАЗ убрал из гаммы Патриота стартовую версию под названием Classic Fleet. Два года назад ульяновцы провели большую модернизацию внедорожника, внедрив 150-сильный мотор, доработанную подвеску, улучшенную шумоизоляцию и многое другое. В свою очередь Classic Fleet обходился без всего этого, зато стоил на 20 тысяч рублей дешевле. Но из-за низкого спроса от этой версии теперь решено отказаться. В итоге после недавнего повышения цен УАЗ Патриот стоит минимум 928 тысяч рублей. Автомобили марки LADA обрели неожиданное место прописки. Отныне их сборкой занимается Запорожский автозавод. Наладить локальное производство российских автомобилей наших украинских соседей вынудил запрет на импорт легковушек из России. Из богатого ассортимента LADA ЗАЗ будет выпускать только Vesta, Largus и хэтчбеки X-Ray. Еще одной локализованной моделью стал кроссовер Renault Arkana, который до этого не продавался на украинском рынке.